Люди, которых ошибочно обвинили в измене. Какие были доказательства у ваших партнеров? Она увидела у меня в контактах имена моих родственниц. Она взбесилась и начала недовольно расспрашивать, кем мне приходится моя мачеха, сводные сестры, кузины и тети. Так продолжалось около двух минут, после чего она начала понимать, что ведет себя как дура. А я понял, что она мне больше не нравится. Я залипал в онлайн-игру, а моя жена подошла ко мне с бюстгальтером, который был явно не ее. Она встала у двери и громко сказала, это чей? Я воспринял ее вопрос буквально, как то, что она интересуется, а не пытается обвинить меня в чем-то. Я быстро взглянул на него, сказал, хуй его знает и вернулся к игре. Ада тут же поняла, что если бы я ей изменил и она нашла бы какие-то доказательства, то я хотя бы на секунду бы завис и выглядел бы как вылупившийся олень в свете фар. Оказалось, что это был лифчик ее сестры, который каким-то образом попал к нам в стиралку. Мы с женой до сих пор угораем с этого случая. Вообще у меня было наоборот, это я подозревала его в измене. Мы тогда уже были давно женаты. Так сказать, были семейной парой средних лет. Я искала что-то на его компьютере. Такое было не редкость. Его компьютер гораздо лучше подходил для некоторых вещей, чем мой. В общем, я наткнулась на файл под названием «Снимки в спальне». Что это еще за нахрен? Я знала, что он не делал со мной никаких фотографий в спальне. Открыла файл, конечно же, а там были фотографии нашей спальни, я имею в виду только спальни. Когда мы обновляли интерьер, я сама их сделала, чтобы позже использовать для программы, которая меняет цвет стен. И сама так назвала файл, совсем про него позабыв. Она нашла пару женских трусиков в моем ящике для белья. Марка Страубери. На талии вышита клубничка лазурного цвета, маленького размера. Я сказал ей, что это ее трусики, и я их просто постирал. Она мне не верила. Тогда я попросил ее показать мне белье, которое было на ней в тот момент. Тоже Страубери, такая же клубничка на талии, такого же лазурного цвета, маленького размера. Она все равно мне не поверила. Она нашла ожерелье в моей кровати, а я не знал, как оно туда попало. Оказалось, что это ее ожерелье, которое она потеряла и просто не узнала его в темноте. То есть она даже не включила свет перед тем, как начать тебя обвинять. Водит рукой в темноте. Ага, что это я тут нащупала? Похоже на измену. Она мне позвонила и услышала в трубке, как на фоне смеялась какая-то девушка. Из-за этого она обвинила меня в том, что я встречаюсь с другой. Оказывается, в мире, кроме нас, есть и другие люди, и выходя на улицу, вы можете с ними столкнуться. А я как-то разговаривала с ним по телефону и в тот же момент проходила мимо полного паба. Он сказал, что я, видимо, ему изменяю с какими-то мужиками. Даже если бы я изменяла, я же не настолько тупая, чтобы взять трубку в присутствии других парней. Она заявила, что онлайн-группа для поддержки моего отца, который боролся с опухолью мозга, на самом деле чат для случайных интимных связей. Изменено. У отца была опухоль, а бывшую крыла жесткая ревность. Отец не пережил глиобластому, а я уже давно разошелся с бывшей. Ей приснился сон. ОМГ, у моей жены был такой же заскок. Ей приснилось что-то, а она начала на меня орать в реальности. А ты тупо переверни все на 180 градусов. Я не могу поверить, что ты подсознательно не доверяешь мне. Знаешь, мне нужно об этом хорошенько поразмыслить. Когда мы с женой только начали встречаться, у меня была мобила, которая имела тупое свойство нажимать кнопки, пока она лежит в кармане. Однажды моя будущая жена начала вести себя со мной как-то сдержанно и отчужденно. И я понял, что что-то случилось. Я начал ее расспрашивать, что не так. Наконец она расстроенно спросила, кто была та девушка, с которой я флиртовал в голосовом сообщении, оставленном ей. Я оставил его как раз в тот момент, когда телефон жил своей жизнью у меня в кармане. Я открыл журнал звонков, и оказалось, что я случайно набрал ей накануне днем. Именно тогда мы с ней сидели в библиотеке. То есть она переживала о том, что я изменяю ей с ней же самой. Изменено. На тот момент мы были старшеклассниками. С тех пор мы перестали быть такими ревнивыми, лол. А ты говоришь, что я не слушаю. Ты ведь даже не можешь узнать разговор, который был у нас с тобой вчера. Ну, моя девушка любила заниматься проецированием разных ситуаций, что, конечно же, не являлось доказательством. Она не обвиняла меня напрямую в измене, но делала это намеками. После стирки она заметила, что среди постиранного белья нет моей красивой пары черных трусов. По сути, ее аргументом-поводом для слез было то, что она не могла их найти. А значит, что они лежат дома у другой девушки. И она говорила это на полном серьезе. Оказалось, что трусы упали за корзину для белья. После того, как мы расстались, я узнал, что она спала со своим боссом. Проецирование такое проецирование, ребята. Муж под диваном нашел обертку от презерватива. Он никогда не умирается, так что я вообще не знаю, как он ее там нашел. Я была в ступоре. Я понятия не имела, откуда она. За несколько недель до этого к нам приходила пара друзей, которые завалились на диван в нашей крошечной квартирке, похожей скорее на кладовку. Спустя пару дней я гуляла с подругой, и та сказала мне, что она переспала с нашим общим другом, и они подумывают начать встречаться. Я спросила, когда и где они переспали. Она сказала, что той ночью у меня дома. Тогда-то все и сошлось. В общем, мы созвонились все вместе, и она рассказала, что они трахались у нас на диване. Чему я, конечно, была не особо рада, но зато я теперь не сходила с ума, думая, откуда, блядь, взялась эта обертка от презерватива. Ох уж эта смесь разных эмоций. Фух, слава богу, что это были вы, ребята. Вы что, жахались на нашем диване? Она так часто мне изменяла, что сразу же распознала мое поведение. А моя увидела во взрослом любительском фильме такое же, как у меня стандартное одеяло из комплекта постельного белья Walmart. В том ролике видно было только руку чела и то, что он ей делал. Лица в кадре не появлялись. Она клялась, что это я, потому что видео было похожее одеяло и похожая рука. При этом она изменила мне 8 раз с 8 разными людьми. У меня осталась дочь от этой женщины. Просто убейте меня. Она знала, что если с работы я буду ехать на максимально допустимой скорости и проезжать все время на зеленой, то чтобы добраться до дома, мне понадобится 12 минут. Один раз я вернулся домой за 14 минут. Это стало для нее доказательством. Чел за 2 минуты успел пристроить своего коня в загон. Скорее секунд 15. Нужно ведь сначала добраться до загона, потом вернуться к машине, завести ее и так далее. Мне изменила девушка. Она сказала мне, что она сделала это, ведь думала, что я собираюсь ей изменить, поэтому она сделала это первой. Суперсексуальная девушка думала, что задрот World of Warcraft изменит ей. По правде звучит так, будто она тупо изменила тебя, а потом придумала оправдание. Как-то раз, когда я ехал на работу, у меня из штанины выпали трусики моей жены. Я схватил их и засунул в боковой карман двери со стороны водителя и тут же про них забыл. Несколько недель спустя, когда мы вместе мыли наши машины, она нашла эти трусики. Какого хрена? Она не узнала, что это ее белье. В итоге мне пришлось пролистать несколько тысяч своих фотографий, чтобы найти снимок, на котором есть она в этих трусиках, и тогда она поверила. Как люди могут не узнать свои чертовы трусы? Шо за нах? Ее доказательством было то, что у меня в друзьях на Фейсбук была женщина с нашего района. Я работал волонтером в местной больнице, и у меня в друзьях на Фейсбук было много сотрудников. Причем она решила обвинить меня в измене вскоре после того, как мой брат спалил ее на свидании с другим парнем. Ты дружишь с другой женщиной? Ах ты ебаный изменщик! У меня в контактах был сохранен телефон одной женщины, она была педиатром моего сына. Нашла фотографию, где я стою с двумя роскошными девушками. Да, у меня есть две красивые сестры. Увидела у меня на хате бюстгальтер. Ага, это был ее собственный бюстгальтер, который она забыла. Я думаю, она сделала это специально, искала повод, чтобы обвинить меня. И было еще масса подобных случаев. Изменено. Почитав другие комментарии, я вспомнил о случае, когда она устроила скандал после того, как в моем ящике с инструментами нашла лак для ногтей. Он был черного цвета. У меня всегда были черные машины и мотоциклы. И я использую лак для ногтей, чтобы заделать мелкие царапины. Я не хочу наболтать лишнего, но многие люди, которые многократно обвиняют своего партнера в измене, сами ему изменяют. У меня в машине на пару километров или около того не сошелся пробег. По всей видимости, он замерял его до того, как я выезжала на работу. И проверял, когда я возвращалась с работы. Я ехала на работу от него, а потом сразу же возвращалась к нему. Он замерял твой километраж? Как-то крипово. Она увидела, что я онлайн в скайпе. Думала, что я разговариваю с любовницей. А я болтал со своей двоюродной сестрой, которая живет в другой стране. Ага, пялишь свою двоюродную сестру, я так и знала. Мой так называемый лучший друг рассказал ей, что я ей якобы изменяю. Каким-то образом вся деревня тоже об этом знала. Короче, были в курсе все, кроме меня и девушки. В итоге, она переспала с моим другом, чтобы отомстить мне. У нее никогда не было никаких доказательств, что я ей изменяю. Все сводилось лишь к ее тревожности и проблемам с доверием. Вот пример. Я был в командировке и разговаривал с ней по скайпу. Я рассказал ей, что сегодня тусовался со своими старыми друзьями. Она, с кем? Я, с некоторыми старыми друзьями. Ты их не знаешь, два парня и две девушки. Она, я не понимаю, почему ты такой скрытный? Почему ты просто не скажешь мне, с кем ты был? Я, называю ей их имена. Она, я их не знаю. Я, ну да. Он сказал мне, что я пахну по-другому там. Ему показалось, что там побывал кто-то другой. С его стороны было еще пару десятков подобных фантазий. Я не удивилась, когда узнала, что на самом деле это он мне изменял. Дружок у этого чувака а-ля Шерлок Холмс, который собирается раскрыть преступление. Здесь побывал другой человек, Ватсон. Да, она несколько раз за время брака обвиняла меня в изменах. На данный момент мы уже три года в разводе. Какие у нее были доказательства? В мире существуют другие женщины. Я никогда не изменял ей, но если я признавал, что вокруг меня есть другие женщины, то в течение следующих двух недель она каждый день сыпала на меня обвинения. Что, в конце концов, заставило меня развестись, узнал о ее похождениях. Большое спасибо за просмотр. В комментариях под видео пишите свои истории и не забудьте посмотреть наши другие ролики. Пока!